Добрый день, уважаемые лидеры, VIP-партнеры компании «Мир Кукаидана». Рада приветствовать с такой замечательной темой, которую тоже предложила мне Татьяна выступить, почему я люблю сетевой маркетинг и почему я выбираю сетевой маркетинг. Почему это важно? Потому что на рынке очень много информации об этом, конечно, есть, очень много сетевых компаний. Поэтому сегодня мы прикоснемся буквально на небольшое время к этому замечательным вопросам. Меня зовут Айман Шакобаева. Я бизнес-тренер с 15-летним стажем работы в MLM-индустрии. И в одной компании у меня есть опыт, когда я с самого нижнего уровня, новичка, вышла от пятерку лучших директоров компании. То есть это такой мощный 10-летний опыт. Прошла очень много академии сетевого маркетинга. И в целом могу сказать, что есть чем поделиться. И сегодня первый шаг такого моего захода, скажем так, очень рада я этому. Будем говорить о том, почему я люблю сетевой маркетинг. Дело в том, что я всегда говорю о том, что у нас есть эксперты. Эксперты, на которых нужно каким-то образом все-таки сделать такой акцент. Экспертом сетевого маркетинга для меня сегодня на рынке мировом является Роберт Киосати. У него есть замечательная книга «Подран денежного успеха». То есть это просто бестселлер номер один в сфере бизнеса и в сфере сетевого бизнеса. Сегодня он тоже очень сильно развивается. Что дал когда-то, вот 15 лет назад, мне именно Роберт Киосати? Он говорит, что есть четыре основных предпринимательской деятельности в мире. Это когда человек работает по найму, когда у него есть собственный бизнес, например, один магазин или одна аптека, предположим. Это собственный бизнес или там стоматолог работает в кабинете. То есть это такой формат собственного бизнеса второй. Такой этап финансового успеха и большой бизнес. Третий этап, третий квадрант по Роберту Киосаки. Это этап, где более 500 человек в вашей структуре. То есть говорить о большом бизнесе, это не 50 человек, не 5 человек в команде. В бизнесе, да, более 500 человек. И четвертый квадрант – это инвестор, тоже замечательный квадрант. Но мы сегодня будем говорить о том, что именно к сетевому маркетингу, а вот когда озвучил Роберт Киосаки, что в этом формате я попадаю именно в третий квадрант, это большой бизнес, потому что структура из 500 человек – это в среднем такая небольшая структура в сетевом маркетинге. Вот вам можно, в принципе, создать такую структуру, и вы относитесь уже к успешным людям. Да, зайдя даже уже в этот квадрант, где у вас есть команда 500 и более человек, вы уже свое прикосновение к большим деньгам, да, помните, да, или 100 рублей заработали, или 100 человек по одному рублю, да, то есть такой командный, коллективный суммарный доход, да, то есть когда от участия всех участников команды мы получаем все в целом такое вознаграждение, компенсацию. Так вот, почему я люблю сетевой маркетинг? Первое, потому что это свободное предпринимательство. Здесь я прочерчиваю свои границы, да, то есть я чувствую вот этот эффект самодвижения, да, то есть и важный формат в этом, да, не просто я зашла и вот что хочу, то и делаю. Есть еще предложение компании, да, то есть компания дает такую систему бизнеса под ключ, рекомендации, и как спонсор вот прям в виде компании, да, есть определенная системная аналитическая программа, как нужно двигаться. Это очень большая помощь, потому что люди, которые находятся в квадранте собственного предпринимательства, ну, нам я вообще не говорю, потому что там почасовая оплата очень маленькая на самом деле, а вот именно собственное предпринимательство по статистике, вот 100% зашли сегодня на рынок, в течение 5 лет 95% станут фан-группы, то есть это очень сложно все создавать самим, да, то есть все факторы бизнеса, запуска, стартапа формировать, а стартап идет до 5 лет в собственном бизнесе. В сетевом маркетинге, в большом бизнесе, в большом предпринимательстве здесь очень большие скорости, то есть 500 человек, да, то есть это люди, которые приглашают других людей, и вот эта вот свобода предпринимательства, да, созданная в системе бизнес под ключ для меня очень сильно привлекает. Здесь я себя чувствую каким образом? Здесь есть мотивация для личностного роста. Ни в одном бизнесе не рассказывают столько, вот сколько сегодня рассказали про успех, да, про то, что какие подарки получили. Я сегодня сама так замотивировалась, да, какие подарки, какие возможности, то есть там за 5 лет 6 стран мира, да, то есть вот этот фактор, да, для меня являлся сегодня, тоже я сегодня считаю себя тоже партнером компании. Я считаю, что да, действительно, это очень важно сегодня, да, начать, начать такой новый инновационный проект 5 лет для компании, то есть 5 лет прошел в стартап, да, от 3 до 5 лет в стартап, значит, компания себя зарекомендовала. При этом, смотрите, чтобы компания формировала площадки личностного роста, такого нет ни в одном квадранте, да, ни в инвестициях, ни в собственном бизнесе, ни по найму. Только в большом бизнесе, именно как формат программы сетевого маркетинга, дается именно такая площадка, где наш наставник, спонсор и компания заинтересованы, чтобы мы росли духовно, материально, эмоционально, чтобы... Я считаю, что сетевик – это профессия 21 века, вот именно в большом предпринимательстве, в большой бизнесе, с большой командой. И здесь, конечно, без личностного роста невозможно. Невозможно без обучающих программ. И компания полностью, сегодня утром я говорила про корпоративные, да, мероприятия компании. Точно вам могу сказать, Фукоидан в этом плане молодцы. Сайт изумительный. Обучающие программы классные, да, то есть я уже как бизнес-тренер выбрала компанию Мир. Фукоидана, потому что первое – это компания, да. Компания честная, порядочная, за 5 лет себя взяли кемодайпала на рынке. Уникальный продукт. Сама я врач восточной медицины с медицинским высшим образованием. И, конечно, в формате этого кризиса, карантина, очень важно понимать, что сегодня это просто, знаете, панацея, ну, если так в кавычках, панацея, наверное, идеального ничего нет, ну, какой-то формат предложить монопродукт, да, как Фукоидан в составе какого-то комплексного, да, лечения профилактического или просто лечения, да, вот тех наболеваний, патологий, которые есть, или превентивное профилактическое лечение, когда мы предвосхищаем какие-то топологические изменения в организме при помощи препарата Фукоидана. И, конечно, самым важным фактором является маркетинг-план. Изучаю маркетинг, завтра буду говорить вам про маркетинг-план компании, интересно, буду говорить прямо о деньгах, о финансах, изучаю, интересно мне самой, и завтра буду вам рассказывать об этом. Вот. И четвертый формат – это окружение. Вот в сетевом маркетинге всегда есть окружение, всегда есть окружение лидеров, окружение людей, которые повышены границы собственного успеха, да, то есть они не хотят стоять на месте, они все время в состоянии движения, да, то есть это передача, да, колоссального опыта, получение своего собственного уникального опыта, да, и получение больших доходов. Я говорю, хорошо, за первые три месяца вы можете выйти на тысячу долларов дополнительного даже дохода при помощи маркетинг-плана Фукоидан. Но как дополнительные, кому они лишены? И дайте мне альтернативу, где сегодня, даже если я работаю врачом, я могу вот пойти и сказать, а я в этот месяц, да, у президента компании хочу премию в тысячу долларов. Мне скажут, знаешь, что кризис на звоне, да, то есть поэтому именно эта площадка сетевого маркетинга, где у вас есть совместимость того, что вы выбрали компанию, как делал на сегодняшний день я, я выбрала уникальный инновационный продукт 21 века, я выбрала маркетинг-план классический, ступенчатый, да, то есть это самый лучший маркетинг для меня, потому что я маркетолог именно в умовом индустрии уже с большим стажем, да, из бинарной, матричной и по классическим маркетингу, да, мы прям попадаем в классику. Не нужно придумывать велосипед, самый лучший классический маркетинг или ступенчатый, или многоуровневый, да, то есть вот эти вот, вот эти форматы, все мои площадки запросов сегодня закрыты. Что очень важно? Важно то, что когда я иду на сетевой маркетинг, да, выбрала компанию Мир Кукайдан, на сегодняшний день сотрудничество, прям буду работать, буду предлагать этот продукт, маркетинг компанию, то я точно знаю, что, что у меня появилась такая главная цель, да, то есть у меня прояснилась цель, это улучшение качества жизни, повышение там дополнительных источников, да, у меня есть основной источник дополнительный, расширение своих границ в формате окружения. Вот сегодня выступали и руководство компании, выступали лидеры компании. Как интересно, да, что они рассказывают. Они рассказывают только колоссальный свой опыт. Почему у них все это так легко, просто? Потому что 5 лет на рынке, да, то есть говорят о достижениях, результатах. И честность, да, вот порядочность, правдивость, мы это все чувствуем. Поэтому вот именно любовь к сетевому маркетингу у меня уже сформирована более 15 лет. Я давно работаю с компаниями сетевого маркетинга, предлагаю свой фикционный, тренинговый, да, вот подачу материал, да, чтобы как-то вот улучшить качество сетевого маркетинга в Казахстане. Никогда не бойтесь говорить, что вы работаете в сетевом маркетинге. Я всегда говорю, это сетевой маркетинг, и это классно. То есть когда вы внутри снимете это возражение, да, вот неудобно, вот люди не любят, да, это не людей возражение, это ваше возражение, да, то есть разберитесь с этим возражением, примите решение надолго, да, быть с этой компанией. Понимаете, это видение, да, того, что здесь я надолго, да, то есть, и поверьте, за первые пять лет я тоже разберусь полностью в этой программе, да, именно как индустрия сетевого маркетинга на рынке Казахстана, России, да, то есть это в данном случае уже международный бизнес. Когда вы, не занимаясь вот именно производством продукта, это тоже очень большая такая линейка, да, вы не занимаетесь логистикой, административными какими-то задачами, да, то есть это тоже, почему бизнес на куче, нам дают готовый концепт, готовую программу, только идите и рассказывайте об этом людям, понимаете. И если вы в этом даже видите какую-то усталость, то тогда это ваш выбор, да, то есть это действительно ваш уникальный выбор и возможность. Но я всегда говорю, дайте мне альтернативу, да, вот этого большого бизнеса. Роберт Асаки говорит, когда к нему приходят сыновья мультимиллионера, он говорит, так, на три года в сетевой маркетинг, там тебя научат всему. Продавать, презентовать, приглашать, работать со списком знакомых, да, то есть все дают, при том, в каком формате, в бесплатном, да, ведь проходя какие-то дорогостоящие тренинги, мы платим очень большие деньги на самом деле. Когда я зашла в уникальную компанию, с уникальным продуктом инновационным, да, в хорошее окружение и с хорошим бизнес, с постановкой бизнеса вот таковым маркетингом, да, и главный вопрос вот любви сетевого маркетинга – это та личность, на которую я сегодня прихожу, то есть это лидер. Вот сегодня Алмаша Парова – это человек, который меня привлек, вот прям заинтересовал именно площадкой компании «Мир Покойдана», чем? Ну, как, знаете, как профессионал, как эксперт, как лидер именно в сфере своих личных результатов. Мы можем акцентировать внимание в своей жизни только на личный результат. Как говорят в одном, да, там, в муде духовном, судите их по плодам, да, я уже с волной, там, дружу, да, 5 лет, я наблюдаю за ее точкой роста. Очень сильный финансовый успех, путешествия, подарки, вся семья участвует в бизнесе, да, то есть вот я, когда на это все посмотрела, я говорю, так, Алма, пора быть вместе, давайте вместе запускаться, да, давайте вместе двигаться, будем друг друга усиливать, да, и, конечно, она здесь уже с 5-летним стажем работы, конечно, это очень большая поддержка для меня, потому что сетевой маркетинг, как сейчас только сказал Виктор Николаевич, да, это командообразующий бизнес, это командный дух, где вот такое три единства – компания, продукт-маркетинг, и личная наставничца – это тот человек, эксперт, который может заинтересовать, и, поверьте, для этого нужно время, да, то есть сегодня я буду говорить своим партнерам в перспективе, да, вот у меня есть эксперт, 5 лет в стройку лидеров компании заходит, путешествует, подарки, финансовые доходы, да, там, машину, квартиру купила, да, то есть вот эти форматы, и, поверьте, этому, конечно, люди будут верить, они обязательно в этом будут верить и уйти с вами вместе в этот бизнес. Второй шаг, почему я выбираю сетевой маркетинг. Смотрите, на первой слайде я говорила о мотивации, о эмоции, да, то есть вот надо себя замотивировать эмоционально, чувственно, принять решение через этот формат, да, и сделать второй шаг к действиям. Так вот, какие действия нужно сделать, чтобы выбрать вот именно компанию сетевого маркетинга, и сегодня я говорю о Мирку Кайдана, да, то есть я говорю о компании Мирку Кайдана и буду всегда говорить только о нем, потому что сегодня я лично сама выбрала эту компанию не только как бизнес-тренер, но и как новичок компании, да, и буду совмещать эти две линейки, и этому безумно рада. Что такое выбор? Смотрите, есть две важные формулы в жизни, да, то есть делать действия через состояние «Кто я есть?», «Быть», «Действовать», «Иметь». Есть такая формула бизнеса «Больших денег», да. Если говорить в обратную сторону, да, есть формула «Иметь», «Действовать», «Быть». Вот, например, как она работает. В основном это по найму и собственный бизнес, да. То есть, например, я врач, прихожу в больницу и говорю, вот, я хочу иметь зарплату 150 тысяч тенге в месяц. Я буду действовать, и тогда у вас будет профессиональный врач, да, то есть видите, как формула совершенно поменялась. Сначала я буду что-то иметь, да, какую-то месячную зарплату, час работы мы будем стоить, там, 500 тенге, и я готова за эту сумму, да, действовать и проявлять все свои профессиональные навыки. В чем формат сетевого маркетинга? Это бизнес, который работает совершенно по другую форму. «Быть», «Действовать», «Иметь». Сетевик – это человек-универсал. Он и психолог, и продавец, и театрал, и актер, и ученый, и менеджмент, да, и маркетинг, маркетолог, да, то есть и оратор, и публичные выступления, и продажи, да, то есть вот в нем действительно замешаны как качество, не как профессия, а как качество. И поверьте, этому тоже нужно учиться. И тогда как я выбираю, да, площадку, где мне нужно работать, и с какой сетевой компанией я буду вообще взаимодействие простраивать, как выбор, да, то есть сейчас вот прекрасно говорили о нашем выборе, да, вот для VIP-партнеров, почему я могу выбрать площадку для дальнейшего, да, увеличения качества жизни, повышения доходов и личностного роста, обучающего формата. Так вот, смотрите, выбор – это формат, когда, если я говорю, а кто я есть, да, и чтобы понять свою площадку, такого формата бытия, для этого обучающие корпоративные мероприятия компании работают очень плотно, да, то есть я слышу, вот Ирина говорит, какие духовные заставки, да, вот самореализация, предназначение, да, то есть это действительно коучинг у меня замечательный, да, на постановку вопрос, речь замечательный говорит. Это о том, что презентация компании в сфере вот мы будем этим заниматься, мы будем вас обучать. Поэтому я говорю в вопросе, выбираю, да, как бы в вопросе вот этого выбора, я говорю о том, что есть четыре бренда, на которые мы идем в сетевой индустрии. Первый бренд – это бренд компании. То есть за пять лет, я вот сейчас изучаю компанию «Мир Пукайдана», и меня бренд компании «Мир Пукайдана» запустраивает 100% на сегодняшней площадке. Чем? Показательные, результативность, замечательный сайт, сопровождение новичков, путешествия, подарки, 50% отдать в команду – это очень большие деньги. Поверьте мне, как макетон, могу. Вообще до 43% считается это маленькие деньги, ну, сетевого маркетинга. Но 50% – это очень большие деньги, поэтому здесь просто нужно быть и выбирать эту компанию. Второй бренд – это бренд продукта, да, то есть продукта. И я, как маркетолог, как бизнес-тренер, вот именно в MLM индустрии, сегодня, вот знаете, за все-таки какой-то монопродукт. Потому что бывают компании, там, 2000 линейка продукции. И когда человек начинает в это погружаться, я ни в коем случае не осуждаю это, все замечательно. Я сама потребляю очень многие продукты сетевых компаний, но мне «Мир Пукайдан» понравился, компания «Мир Пукайдана», тем, что это монопродукт. Как врач я могу все досконально изучить, дозировки, все профилактические лечебные дозы, вся линейка, да, там, 10 продуктов, это замечательно, понимаете, и это для меня легче, проще и доступнее, чтобы дублицировать вот эту систему, да, подачи этого продукта в своей команде. Третий бренд – это был второй бренд продукта, да, бренд продукта. Третий бренд – это бренд, личный бренд, да, то есть это бренд того составляющего, да, то есть я как бренд, понимаете, мы все разные. В чем командный дух, да, дает возможность вот так вот расширить свои площадки? Потому что мы вот уникальны своей разностью. Кто-то может одно, кто-то может другое, да, то есть и вместе мы сила, да, то есть на нашу командную вот такую корпоративную площадку мы можем очень много что сделать. И четвертый бренд – это бренд наставника, да, это человек, который пригласил меня в бизнес. Это очень важный бренд, потому что промоушен своего лидера, промоушен человека, через которого вы узнали об этой компании – это очень важные вещи. Поэтому через эти четыре бренда я понимаю, кто я здесь. Через то, кем мне быть, что мне делать и что сегодня мне выбирать. Мы выбираем финансы, мы выбираем продукт, мы выбираем компанию, и мы выбираем то окружение, с которым мы сегодня идем, через личное наставничество, через команды, образующие вещи, кооперативных мероприятий компании, и тогда выбор состоится замечательно. Поэтому сделайте себя брендом внутри бренда, да, то есть покажите свои сильные стороны. Кто-то умеет тренинги проводить, кто-то умеет продавать, кто-то умеет презентовать, кто-то умеет коммуникации, кто-то может опекать, заботиться. Это все замечательно. А кто-то может аналитику сделать, да. Вот поверьте, не бывает, что все в одном человеке. Вот когда в этом комплексе, как мать Тереза сказала, вы не можете делать то, что я могу делать. Я не могу делать профессионально то, что вы знаете, но вместе мы создадим глобальную миссию, да, помоги себе сам, оздоровись, путешествуй и зарабатывай. И сейчас на этой такой классной ноте я сделаю такой переход. На этом я заканчиваю, да, свою позицию по отношению к сетевому маркетингу. И сейчас я хочу презентовать вам следующего спикера. Это лидер компании «Мир Фукаидана» Джунжуза Анеза Лебедна. Член бриллиантового клуба. Это человек, который предан компании. Она пришла на результат по продукту. Сейчас она вам это все прекрасно расскажет. Это замечательный человек, который верен тому, что он делает. Потому что преданность делу – это очень важный инструмент. Поэтому, дорогие мои, до свидания, до следующих встреч. Спасибо, Айман, спасибо за представление. Здравствуйте, дорогие партнеры, здравствуйте, гости дня открытых дверей «Мир Фукаидана». Меня зовут Анеза Джунжуза. 21 января 2016 года я открыла дверь «Мир Фукаидана». Я, конечно, благодарю Всевышнего, что именно подтолкнул меня к этой двери. Но это как бы решило мою судьбу, решило мою жизнь. Когда я встретилась с компанией, то я поняла, что это мое. Что это мое. И сейчас я уже 4,5 года в компании, член «Бриллиантового клуба». И вот, как Айман правильно сказала, я на собственном примере. И вот есть такая красивая брошюра у нас. И вот мой отзыв на этой странице. То есть это именно результат. И вы знаете, когда мне сказали, что я буду говорить о здоровье, то вы знаете, каждая тема – это моя. Каждая тема, которую предлагает нам компания. Или мы сами выбираем. Я считаю, что это моя тема. И хочу вот задать такой вопрос. Как вы думаете, что такое здоровье? И по определению специалистов Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это состояние духовного, физического, духовного и социального благополучия. А не только отсутствие болезней и каких-то физических дефектов. И мы часть природы, и мы хотим быть здоровыми, энергичными, свободными. И крепкое, здоровое, счастливое долголетие волнует человечество с незапамятных времен. И сегодня здоровый образ жизни – это очень актуальная тема. И хотелось бы раскрыть, что такое здоровье, как физическое, моральное и социальное благополучие. Ну и на моем примере тоже. В основе наших потребностей, конечно, лежат ценности. А какие ценности? А какие у нас ценности? Это материальное, здоровье, семья, творчество, развитие. То есть много ценностей. Но лично для меня ценность – это здоровье и семья. И лучшая инвестиция – это, конечно, инвестиция в себя, это инвестиция в здоровье. Вообще о моем оздоровлении, исцелении знают многие партнеры нашей компании. Но здесь есть новички, которые не слышали мои такие вот результаты, которые впечатляют, не знаю, даже врачи. Ну, конечно, с фукайданом я познакомилась не очень. Хорошее для меня время, не лучшее, так сказать. Но, как говорится, было бы счастье, да несчастье помогло. И я благодарю Всевышнего, что именно он познакомил меня с фукайданом. И первую опухоль мне удалили в 2012 году, вторую – в 2013, третью – в 2015 году. Вы знаете, вторая опухоль у меня была раковая, так как, ну, прошло 25 облучений. В общем, все было химиотерапией. Я отказалась от химиотерапии, конечно, был шок, да. И когда у меня образовалась четвертая опухоль, для меня это уже было не то, что шок. Это было вообще, я не знала, что делать, потому что, когда мне хотели делать первую операцию, то врач-кардиолог мне сказал, вы знаете, вам лучше операцию не делать, так как вы можете на операционном столе умереть. И, вы знаете, я выбрала, что лучше я рискну и умру на операционном столе. Вот такой у меня был выбор. Ну, подлечившись дней 15, я легла на операционный стол. Ну, человек – это такое существо, которое живучее, да. И я выжила, вот. И тут у меня образовался еще четвертая опухоль. И вы знаете, я благодарна тому, что в моем окружении была я родная сестра и есть. И она мне подсказала про фукоидан и сказала, что тебе терять. У нее подруга вылечилась благодаря фукоидану, у меня тоже опухоль рассосалась. Три месяца я пила фукоидан-порошок и у меня рассосалась опухоль. И когда я пришла с этим анализом к врачу-онкологу, он тоже удивился и сказал, а что вы пили? Вы знаете, я сказала, я пила фукоидан, я ему призналась честно, я ему пила фукоидан. И знаете, что он мне сказал? Он сказал, а я фукоидан даю своему отцу, у него рак простат. Вот, но не будем обольщаться. Мы через 6 месяцев, мы пройдем маммографию, посмотрим, правда ли нет опухоли. Вы знаете, все 6 месяцев я, конечно, была очень такая в напряжении, да, но продолжала, конечно, пить, а и дам уже в меньших дозировках, пила все равно. Через 6 месяцев я пришла сдавать маммографию и мне сказали, что у меня нет опухоли. Вы знаете, это такое счастье было. С мистером Джоссеевом Дженом встреча была 3 декабря, это было чуть раньше. И я вот на эту встречу пришла уже воодушевленная. По мне вернулась жизнь, да, и знаете, сама не заметила, что леча свое основное заболевание, я не заметила, что я хожу без корсета шейного, у меня 2 грыжи шейных дисков, у меня 2 язвы от желудки, у меня грыжа пищеводного отверстия, ну, куча сердечных заболеваний, я уже даже не говорю про них. Вот, и я стала замечать, что мне эти, корсет у меня уже я не одеваю, у меня нету этих болей, что я уже 3 месяца, оказывается, не одеваю корсет. Для меня это было что-то невероятное, вы знаете, когда многие видели, приходили ко мне и думали, что я путешествую только, не путешествую, что я за границей из-за лечения, и когда они видели, что я путешествую в красивых платьях, вот, за границей, то они спрашивали, а что делаешь за границей, ты лечишься? Я им говорю, нет, я путешествую. И вот, вы представляете, через месяц мне на пенсию. Вот такой вот, то есть 55 лет я уже была, такая развалюха, вы знаете, я, конечно, женщине это, сказать, надо такую силу, да, но я себя чувствовала вообще уже не нужной, не помогать детям, не семье. Тут у меня и путешествия, у меня и пенсия через месяц. И вот, вы знаете, одно время как-то был сбой компьютера, да, и меня отправили на пенсию, как говорили, что у нас есть пенсионная программа. Так вот, мне назначили пенсию 408 тысяч денег, представляете? Я сказала, что мне пенсия не нужна, я работаю, я в полной силе, бодрая, здоровая, живая. Ну, то есть такая пенсия у нас, у меня была бы. Ту пенсию, которую сейчас мне назначат, это в три раза, в три раза больше. Сегодня Марьяна говорила про биологический возраст. Вы знаете, когда я только начала пить фукоидан, я тоже пошла, тогда у меня не было биологических весов, я пошла именно туда, где вот биологический возраст определяет. У меня уже была тогда онкология, и я уже пила фукоидан. И вы знаете, меня позвали, в самый последний, всех уже вызвали, всем сказали, что вам уже за 100 лет, что вам уже 60 лет, кому 30. И я думаю, ну все, мне скажут, что вам 150 лет. И вы знаете, я сидела и в самую последнюю, то есть меня вызвали и говорят, Джунжуза, кто это? Я вышла, и они говорят, а ваш биологический возраст 35 лет, а мне в то время был 55. Вот что делает фукоидан, представляете? Вот биологический возраст показывает. Ну, конечно, можно коротко, я расскажу о последних результатах моей дочери. У нее были хронический панкреатит, хронический холецистит, зоб первой степени, гормональные нарушения. Течение, естественно, если мама вылечилась, это дочь, о которой говорила, мама, фукоидан никогда не закроется. Вот, и в течение года она пила фукоидан. Вот такой. Вот фукоидан. И перед карантином мы сдали все анализы, и ни один диагноз не подтвердился. Рассказав о своих результатах, да, о результатах своей дочери, это вот наиболее свежие результаты, под впечатлением этого, да. Вот, и я, конечно же, хочу же рассказать о свойствах и ценностях фукоидана, потому что здесь очень много новичков, и люди, возможно, не слышали. И самое главное то, что, вы знаете, раньше приходили люди и не знали, мы им говорили про фукоидан, но они не знали. То сейчас очень часто люди приходят и уже слышали про фукоидан. То есть мы говорим об этом, во всеуслышанном, мы кричим об этом, да. И это инновационный, уникальный, просто уникальный продукт питания для улучшения здоровья и качества жизни. Ну, и расскажу, что такое фукоидан, и коротко, это вытяжка из бурок морских водорослей. По своему составу и ценности он похож на материнское молоко. И, вы знаете, внимание-то мировой общественности обратило, почему на фукоидан? Потому что там, в Корее, в прибрежных районах, люди дольше живут, более 90 лет. И они заинтересовались и увидели, что они не только одолгожители, но и у них нет онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых, кровообращений нет проблем, да. И тогда уже они начали изучать фукоидан. И впервые о том, что фукоидан лечит рак, заявили японские, американские ученые в 2005 году. Фукоидан способен дать импульс раковым клеткам, то есть самоуничтожение, апоптос раковых клеток, блокирование, метастазирование, блокирование, то есть инвазия, да. И этот высокоинтеллектуальный продукт распознает здоровые и больные клетки. Ну, его, конечно, необходимо пить при химиотерапии. Он выводит токсины, яды, которые непосредственно задействованы при химиотерапии. Фукоидан оберегает печень, почки и сердце. При радиотерапии выводит радиацию. И фукоидан – это номер один в мире для профилактики и лечения онкозаболеваний. Вот я говорила, что профессор мистер Джозеф Джен, мы были у него на встрече, когда и вот мистер Джозеф Джен, президент компании «Хайвен Биотер», сказал, что фукоидан – это чудо, это дар Божий, подарок моря. Путь к оздоровлению и омоложению – это ценный дар от первоисточников человеческого бытия. И уже более 20 лет он изучает фукоидан. И фукоидан, конечно же, работает на клеточном уровне. В чем сила фукоидана? Это, конечно же, укрепляет иммунитет противовирусные, противоопухолевые, антибактериальные, сердечно-сосудистые, работа, хорошая работа печени, почек. И при сахарном диабете, при сердечно-сосудистых заболеваниях, как я говорила, положительно влияет на нервную систему. Это точно. То, что он влияет на нервную систему – это точно. Мои дети говорят, мама, ты сильно изменилась. Я стала спокойной. Ну, я и так спокойная, но я с возрастом, вы знаете, да, что все равно человек раздражается. Но я стала спокойнее. То есть он действует и правдан. Хотя и говорят, что нервные клетки не восстанавливаются. Но с фукоиданом – это все возможно. Он восстанавливает все. И, конечно же, очень хорошо в период гормональных изменений препятствуют болезни Альцгеймера и Паркинсона. Это, конечно, болезнь, которая старшее наше поколение косит, да. Так как мы говорим, что это пищевой продукт с мощным оздоровительным действием, да, то его надо кушать, пить или, как мы говорим, кушать продолжительно, да. Накапливаясь в организме, он делает определенную работу. Как говорил Гиппократ, да, еда должна быть лекарством, а лекарство должно быть едой. Ну, это вы много-много слышали об этом, да. И уникальность еще, знаете, нашего продукта в том, что его можно пить с младенчества. Вот только ребенок родился, и, пожалуйста, можно пипеточкой прямо в ротик ему капать ребеночку. И до глубокой старости. Геропротектор – это вещества, которые продлевают жизнь человека, да, и замедляют старение. Ну, как говорим, мы всегда ищем таблетку от старости, да. И, по мнению геронтологов, старение – это заложено с младенчества. Но это программа, это геронтологи решили. А раз это программа, то ее можно изменить, а изменить ее можно с помощью кукайдана. Ну, и, как я говорила, здоровье сейчас очень актуальная тема. Это, конечно же, ковид, да. На второй план, конечно же, ушли развлечения, шопинг, походы, там, кино, театры. И недавно Виктор Николаевич Куриленко, президент компании «Мир Кукайдана», прислал такое обращение в лидерский чат. Пришло время тех людей, которые хотят и могут помочь ближнему. Даже не решить какую-то проблему со здоровьем, а спасти жизнь многих и многих. Почему-то приходит на память предсказание болгарской предсказательницы Ванги, что только водоросли спасут мир. И это большой грех, если мы будем сейчас молчать. И мы должны об этом говорить, да, во всем услышании. Помните, я вначале говорила, что здоровье – это не только физическое состояние, но и моральное, и социальное положение. Так вот, я хочу показать на своем примере, да, что из самого невезучего человека я превратилась в везучего. Я стала выигрывать не только в компании «Кукайдан Волк», но и в других местах для меня это тоже было вообще неожиданностью. У меня появилась уверенность. Это моральное состояние. Уверенность в завтрашний день. Уверенность в здоровье моих детей, в здоровье моего будущего потомства. Вот, то есть это моральное, физическое, социальное, еще социальное. То есть ты уже нашел свое место в жизни. Ты знаешь, куда идти. Ты выбрал этот бизнес. И бизнес, который приносит и здоровье, и деньги, и даже, вы знаете, удача, успех и счастье. И вот, вы знаете, когда сказали, что у нас эпидемия, да, и было как-то, были послабления, и потом уже было очень много заболевающих, да, и в компании были срочно созданы такие комплекты. Это экстренная помощь, профилактика COVID, семейные комплекты. Конечно, их надо пить вместе с медицинскими предписаниями. Это делая дыхательную гимнастику. Дыхательная гимнастика очень легко делать. Это вдохи, руки поднимаете, вдох, выдыхаете, руки опускаете, выдыхаете. И вот, как книжка, складываете, вдох, выдох. И обязательно вместе с этими медицинскими препаратами, вместе с дыхательной гимнастикой, вместе с лукоиданом, нам не страшен никакой COVID. И вот лозунг был, да, помоги себе сам. И вы с Боргемис, это мы вместе. То есть мы помогать должны друг другу. Название вот этих комплектов говорят сами за себя. Это фукоид, скорая помощь. То есть экстренная помощь, скорая помощь, да. И сейчас очень говорят очень много, у нас есть интернет, очень много говорят о том, что надо разжижать кровь, надо, чтобы не было тромбообразования, чтобы уменьшение свертывательности крови. Это все фукоидан, да. И, как я говорила, это противовирусное действие. И, конечно же, кроме профилактики COVID, да, у нас есть фукоидан, не у нас есть, а фукоидан, это, вы знаете, вот не надо, вот как мне сказали, что у меня рак, и хлоп, там, и все. То есть надо заниматься профилактикой. Уже, как говорил Эмит Копеич, нет здоровых у нас людей, есть только не обследованные. То есть надо заниматься профилактикой. Профилактикой здоровья своего, в здоровом теле, здоровый дух, как говорится, да. Миссия нашей компании, да, и ее философия сделать здоровее, моложе, красивее при помощи новых разработок, уникальных продуктов. Будьте здоровы. Сейчас я хочу предоставить микрофон следующему спикеру. Это человек, который знает, умеет считать деньги. Человек, который знает, что такое большие деньги, да. Бизнес-партнер, моя подруга. Этой прекрасной женщиной, красивой девушке. Куча идей, прекрасных идей. Это здорово, что есть человек с такими идеями, да. И я хочу предоставить этот микрофон Мариане Акшараевой. Спасибо. Благодарю, Анеза. Меня также зовут Марианна Акшараева. И я опять буду рассказывать вам о деньгах. В 16-м году, в ноябре месяце, я попала в компанию по результату своего сына. У него была аллергия, моргал он, заикался. Ну, многие такие непонятные вещи происходили. Моё не физическое, а моральное состояние на тот момент оставляло желать лучшего. То есть я улыбалась, двигалась, жила жизнью домохозяйки. Скажу, что хорошо обеспеченной домохозяйки, без всяких долгов, без кредитов. Но в жизни чего-то не хватало, не было драйва. Совершенно случайно судьба свела меня с компанией «Фукаидан Волк» и с продуктом, замечательным напитком, который я очень люблю. Кстати, я сегодня выпила почти одну бутылку напитка. Что я хочу сказать? Вот чуть-чуть осталось. Вот я вам хочу показать такой график. В декабре 2016 года моя первая зарплата или моё первое вознаграждение в компании составило 380 бонусов. Это больше 100 тысяч тенге. При том, что я почти ничего не делала. Я за этот месяц побывала в офисе, наверное, раза три. И я просто среди друзей, или там среди знакомых, или кто видел и знал моего сына, они просто смотрели и говорили, что вы с ним сделали? Вы сделали очередную операцию? Почему он у вас перестал моргать? Почему перестал заикаться? И я хочу сказать, что за один год мой сын, ребёнок, который плотно сидел на гормонах, вырос на 27 сантиметров. И это так было заметно с первых месяцев, что даже с первых дней, что мои друзья, знакомые, родственники, а у казахов, вы знаете, их очень много. И они мне говорили, что за вещь такая интересная, Марьяна, дай-ка мы купим, дай-ка мы купим. И вот так вот у меня собралось несколько коробок напитка. И по маркетингу того года мне звонит директор офиса, Алмака Бешина-Дельбекова, и говорит, Марьяна, придите, пожалуйста, мы ваши напитки собрали, там кого-то подписали, что-то сделали. Я в офис не ногой. Я боялась так попасть под влияние, или еще что-то, что меня куда-то завербуют. Мне сейчас это так смешно об этом говорить. Я получила, когда зарплату больше ста тысяч, я об этом задумалась. Сказать, что я не держала такие деньги? Нет. На счету у меня деньги были, несколько миллионов. У моего супруга был свой бизнес, похоронное агентство. Бизнес приносил хорошие деньги, да 800 тысяч в месяц, миллион, но вы понимаете, что это бизнес очень таких отрицательных эмоций, очень неприятный бизнес. А здесь бизнес здоровья. Когда я поняла, что здесь можно зарабатывать, у меня что-то включилось. И я уже выработала такой алгоритм. Я стала составлять список знакомых, как нас учила Алмак Абдешевна, наш наставник. Составила список и начала монотонно потихонечку всех обзванивать. И приглашала где-то на встречу в кафе, где-то с друзьями мы встречались. И визитной карточкой моего бизнеса был мой сын. Потому что все видели и знали, что это моя боль, что это моя большая проблема. Именно здоровье и физическое состояние моего сына. И о своем-то я мало что говорила. Мы взрослые, мы умеем красиво и хорошо притворяться и скрывать это за вещами. Во второй месяц я получила зарплату около 1000 долларов. И мне выдали в то время, выдавалось это наличными. И когда я пришла домой, я вот так вот веером разложила на диване. 1049. Также у нас один балл был 340 тенге. Для справки, доллар в то время был 320 тенге. И я получила больше 1000 долларов. И работа, я вам скажу, я провела очень мало. Очень. И вот тогда я задумалась. И у меня вот есть такая тетрадь. Я каждый день перед сном, ложась спать, и даже вот днем, я просто вот рисовала схемы. Смотрите, видите? Я рисовала, рисовала схемы. Если я продам столько, если я привлеку того-то, если будет вот так-то, это все было в планах, тогда я не знала, что такое ФКР, что такое конечный результат. Но у меня было жгучее, просто дикое желание заработать деньги. Потому что я работала, на тот момент, по-моему, я 4-5 лет уже сидела дома, и я такой человек, который с 20 лет зарабатывает деньги сам, и своими деньгами распоряжается. И мне очень хотелось, понимаете? Мне очень хотелось донести людям, что можно деньги зарабатывать, понимаете? И не обязательно искать больных людей. Можно искать людей, которые приходят на бизнес. Но я так стеснялась говорить о маркетинге, что можно заработать. В первое время я делала большие ошибки. Я искала больных людей. Не наступайте на эти грабли, хотя они у каждого свои, фирменные. И у вас, наверное, тоже свои. И многие люди в моей команде, например, как Жанна Шиншарова, они пришли не на бизнес, они пришли на здоровье. Вот у Жанны Шиншаровой, у сына 8-летнего, леекоз, и ребенок с декабря прошлого года употребляет порошок с напитком. Что делает Жанна? Мы съездили несколько раз в Шимкент, поработали с ней, поговорили. Она находит таких же мам и начинает активно рекламировать наш продукт. То есть мы ей все расписали по одной линии, от чего начать, куда идти и как двигаться. А дальше работа спонсора, как нас, как руководителей структуры, мы направляли эти действия. Сыну Жанны нужно употреблять три коробки порошка в месяц. В первый месяц она получила в подарок одну банку порошка. Это 74 800. На тот момент она говорит, что она не верила этому. Ну, 10 тысяч пришлось заплатить. По-моему, 5 тысяч я ей подарила. Вот чисто за смелость, за веру, за вот такой стержень внутренней. И дальше, дальше, вот Жанна Шаншарова, человек, который никогда не был в сетевом маркетинге, у человека, который жил в то время на квартире, не имея денег, не имея работы, получая, продавая дорогостоящий продукт, она стала зарабатывать на три коробки порошка, три коробки напитка, и даже в один месяц я отправила ей зарплату 200 тысяч тенге. И этот человек уже выполнил в этом месяце промоушен на бизнес-кору. Более того, она еще сестренку свою везет. То есть они работают. Но сейчас бизнес немножечко проседает у некоторых людей. Не все могут покупать продукт, но она не отчаивает. Очень люблю, уважаю и настраиваю своих людей не ныть, не плакать, не расслабляться. Если вы, ребята, будете по каждому поводу плакать и со своими друзьями встречаясь, обсуждать, кто умер от ковида, а кого эта стезя обошла, знаете, вам не по пути с нами. Нам нужны люди амбициозные. Нам нужны люди, которые хотят зарабатывать, которые хотят выглядеть молодо, которые, зайдя в магазин, хотят и получают то, что они хотят. Не только в магазине, но и по жизни. Поэтому выбирайте себе наставника по себе. Хотите сильнее человека, выберите его. Хотите слабее ныть, выберите себе жилетку. Не хотите заниматься бизнесом, проходите мимо. Будьте просто потребителем. Получайте премию от компании. Такая тоже есть. И что я вам хочу сказать. Вот эта вот таблица называется «Деньги». Читать и считать все умеют. И вот смотрите, вот 16-й год, конец, 318, дальше 1000 баллов идет. И посмотрите, за время компании, 745, это еще месяц не закончился, да, работы в компании, сотрудничестве, бизнеса с компанией «Фукаидан Уолл», наш совместный айди с моим супругом, мы заработали почти 60 тысяч баллов. И если это перевести в тенге, это более 20 миллионов тенге. Что я вам хочу сказать? Вчера, готовя тему «Деньги», «Финансы», да, «Заработки» в компании «Фукаидан Уолл», я вам хочу сказать, что все эти деньги, где-то, наверное, около 25 миллионов, они лежат у меня на счету. Не только на моем, но я там и вкладываю еще. Эти деньги все есть. Почему, спросите вы, почему эти 3-4 года, Марианна, ты не покупала себе одежду, ты не помогала родственникам, ты не выезжала куда-то, нет, я все это делала. Я выезжала за границу пять раз с компанией «Фукаидан Уолл», не заплатив ни одного тенге. Я получила, я вот посчитала, на 6300 долларов, пять поездок за границу, одна из которых на Канарские острова, в подарок. В подарок. Понимаете? И в следующем году, в 17-м году, в апреле месяце, я подписала своего сына под себя, в первую линию. Мой сын, это моя ходячая реклама, он начал зарабатывать деньги, он своим цветущим внешним видом, он привлекает своих друзей, он привлекает родителей своих друзей, он привлекает моих родственников. У нас с ним договоренность, друзей семьи, друзей наших друзей, мы всех подписываем под него. И было время, когда он получал более тысячи долларов. А в 18-м году, мой сын, собрав всю свою зарплату за год, а это было больше миллиона тенге, сам съездил в Малайзию на английские курсы, плюс отдых. Все это он оплатил из своих бонусов. Ему на тот момент было 16 лет. Представляете? А теперь он с компанией Фукайдан Волк тоже путешествует в подарок. В подарок. Я хочу вам сказать, что на сегодняшний день я живу в той же квартире, перед тем, как я вот пришла в компанию работать. Я езжу на той же машине. Ну, так сложились обстоятельства. Но у меня есть планы до конца года приобрести квартиру. Когда-то мы с супругом жили на квартире, я знаю, что это такое. Приобрести квартиру для своего сына. Я могу себе это позволить. Я могу позволить купить машину с автосалона новую. Уметь в наше время, в Бука Мире, когда все меняется, когда у многих людей жизнь меняется на 180 или 360, или с головы на ноги, или туда и обратно, моя жизнь почти не изменилась. Не то, что почти, а вообще не изменилась, кроме этой голубой маски. Я также оплачиваю племяннику за садик. Я обожаю делать подарки. Это обязательно. Я помогаю своим родственникам. Я помогаю семье своих родственников, три семьи, которым я постоянно отправляю деньги или подарки. Недавно мой зять приехал не столь такого региона и приехал, заболел ковидом. У него пропал запах, нюх. Я быстренько отнесла ему продукт, купила лекарства. Все мы это быстро локализовали. Понимаете? Все это делается быстро, четко и грамотно. И мне хотелось бы сказать, что за сетевым бизнесом 50, может быть, даже в 48 лет я поняла, что за сетевым бизнесом будущее. Почему, спросите вы? Все считают, что сетевой бизнес это что-то постыдное. Ну, процентов 80 населения. Сейчас изменилось все так. Вспомните первую сетевую компанию в мире, которая называется МВ, Американский путь. Когда она образовалась? В годы Великой депрессии, когда американские семьи голодали. Слава Богу, у нас такого нет. Но, скажем так, нелегкие времена, а может быть, это время для вас, а может быть, вы присоединитесь в мою команду или вы уже в чьей-то команде. Начинайте сразу, начинайте быстро и делайте правильные шаги. Правильные. Учитесь. Очень мне нравится сетевой бизнес. Я просто в него влюблена. И когда я рассказываю, мне говорят, ты больше мужа любишь или сетевой бизнес? Я говорю, я люблю мужа сетевика. Я так отвечаю. И в нашей компании я уже встретила свое 50-летие. Я справила в узком кругу 30-летие семейной жизни. Я никогда не могла подумать, что моя жизнь так круто изменится. Помните такой фильм «Москва слезам не верит», когда героиня, обладательница Оскара, Вера Алянтова, говорила, 40 лет жизнь только начинается. Ребята, с сетевым бизнесом жизнь может в 70 начаться. Вот может она начаться в 70 лет и пойти совершенно по другому сценарию. Совершенно. вы можете встречаться с такими интересными людьми. Вы получаете знания абсолютно бесплатно от таких профессионалов. И самое интересное, что мне нравится в сетевом бизнесе, я встречаю очень разных людей, разных профессий, разных национальностей с других стран. Благодаря сетевому бизнесу в прошлом году ко мне подруга с Магадана приехала и жила месяц у меня. Ну вот когда такое может быть? Я хочу вам сказать, что с компанией Фукайдан Волк я вообще могу оды петь с утра до вечера. Вот вы меня поднимите ночью, я вот эту футболку одену и все, я буду говорить, говорить и говорить. Вам не будет стыдно за этот продукт, потому что имеется три международных сертификата, потому что этот продукт пропущен через сердце, потому что 90% сетевых компаний, которые продают какой-то продукт или услуги, они продукт этот свой не изготавливают. Наша компания очень удачное вложение денег и здоровья. Друзья мои, Джозеф Джен, генеральный поставщик, а мы являемся представителями на странах таможенного союза, один из немногих, один из немногих, который имеет свое производство, который имеет свой научно-технический отдел, а миссис Ли, директор лаборатории, была отмечена правительством Кореи. Вы знаете, что Корея страна, где народная медицина, народные методы лечения тесно переплетены с официальной медициной, у них нет конфликта, как у нас. Я вам хочу сказать, что есть два нобелевских лауреата, которые открыли БАДы и пищевые продукты. Они сказали, что за вот этими продуктами стоит здоровье, стоит жизнь, стоит долголетие. Но я хочу сказать, что употребляя фукоидан, постоянно употребляя фукоидан, вы будете в хорошей форме, но никогда не теряйте бодительность. Вот по мне вы сейчас не скажете, у меня нюх, как говорят, нюх потеряла, ни к деньгам, ни к жизни нет. У меня ковид сейчас идет и вырабатываются антитела. Я вам скажу даже более, у меня пневмония, но не потому, что продукт не справился, а потому, что нельзя было лежать, понимаете? Ну, я такая авантюристка, мне сказали, нельзя, мне нужно это сделать, но я чувствую себя очень хорошо, и я на стадии выздоровления, антитела у меня вырабатываются, будь здоров. Я вам хочу сказать, друзья мои, нет в мире панацеи, чтобы вы выпили какую-то таблетку и вы похудели. Надо и ротик зашить, и движение подключить. Нет денег, таких, которых вы придете, рассказали про фукоидан, и все побежали, купим фукоидан, пусть наша подруга или наш друг заработает деньги. Нет, здесь нужно включать голову, нужно знать маркетинг, учиться, все зависит от ваших амбиций. Как вы хотите заработать, сколько хотите заработать и какие у вас цели, ставьте себе цели, амбициозные, большие, жирные пачки долларов, и они к вам придут, они к вам придут, вы избавитесь от своих долгов. Я знаю таких людей, которые закрыли кредиты, я знаю Жанну Шаншарову, которая уже работая в фукоидане, ну конечно не на эти деньги, но она говорит «Удача мне улыбается с вами вместе». Я говорю «Это не только со мной, это с нашим продуктом». Понимаете, она получила квартиру от государства, она сделала какой-то ремонт, купила мебель. Есть такая врач Фируза Юнужанова, она к сожалению не смогла выйти, это врач от Бога, ей 60 лет, она сосудистый хирург, онколог, и сейчас она ставит системы и продает фукоидан, знаете как, кладет несколько ложек порошка, добавляет 20-30 процентов и продает. И слава Богу, потому что любой труд должен оплачиваться, за любой труд человек должен получать деньги. Насколько уважаете вы себя, насколько вы уважаете свой кошелек, это сканируется сразу, сразу, а дальше идут наработки. если вы придете в компанию, вы получите честное отношение. Вот по маркетингу я забыла сказать, что у нас зарплата выдается три раза в месяц. Вы можете, вам спонсор может помочь проплатить первый продукт. Какие-то порошки, вы продали два порошка, получите зарплату почти 50 тысяч, эту коробку напитка вы получите в подарок уже, понимаете, вы ее заработали, а если вы продадите 10 коробок, а если 15, а есть такие люди, которые берут на три месяца, просто ставьте далеко идущие планы, прописывайте это, прописывайте, и вы начнете зарабатывать с нашей компанией, и я хочу еще раз оговориться, в этой компании нет равнодушных людей, в этой компании нет обмана, это два, в этой компании денег хватит на всех. Я вас жду на бизнес-форуме, буду рада со всеми познакомиться, и я хочу представить члена бриллиантового клуба Алму Адельбекову с темой самореализации. Алма Адельбекова просим вас. Пока Алма Кабдешевна готовится, я вам хочу сказать, друзья мои, мне 50 лет и у меня нет пенсионных отчислений, вот чисто из принципа нет пенсионных отчислений, я этого не делаю, потому что это меня мотивирует и это меня держит в тонусе. Алма Адельбекова, Алма Кабдешевна прошу вас. Дорогие гости, дорогие партнеры, уважаемая администрация, я всех сегодня рада приветствовать. Сегодня такой замечательный день получился, что эмоции зашкаливают буквально. Спасибо большое за приветствие. Слушая моих коллег, моих партнеров, их воспоминания, их эмоции. Вспоминая те дни, когда они, когда я сама лично пришла в эту компанию, конечно же, это незабываемые воспоминания, они останутся навсегда в нашей памяти. мотивация для нас сами, мотивация для наших партнеров, для наших команд, для тех, кто пришел, Анеза, как и Марьяна, я тоже пришла, в принципе, с состоянием здоровья. Я представлюсь, меня зовут Алмака Бюшна-Дербекова, мне 62 года, я в прошлом учитель, учитель русского языка и литературы из города Алматы, я работала до пенсии в американской школе имени Куляш-Басиитовой, возможно, вы слышали про эту школу, вот, и прежде чем перейти к своей теме, я бы хотела вам, дорогие Готи, задать два вопроса, один из них звучит необычно, скажем так, если бы вы хотели спросить свой организм, как вы к нему относитесь, как вы думаете, что он вам на это ответит, и второй вопрос, первый вопрос, надеюсь, вы поняли, да, как ответит ваш организм на ваш вопрос, как вы к нему относитесь, и второй вопрос, как вы думаете, сколько на себя тратит среднестатистический человек, ходя в аптеку, я вам отвечу на этот вопрос, а вы можете написать свои варианты, если есть россияне, вы можете написать в рублях, если казахстанцы, конечно, в тенге, поэтому я исследовала этот вопрос, и хочу сказать, что этот вопрос меня никак не касается, знаете, почему? Потому что у меня такой диагноз, как лекарственная аллергия, то есть мне ни при каких условиях медицинские препараты, химические препараты пить никак нельзя, я по этой причине пережила два анафектических шока и клиническую смерть. Когда я пришла сюда, паню Мирфу Кайдана, конечно же, прежде всего, это было состояние здоровья. Я не хожу в аптеке уже два с половиной года, отлично, так, у Галины Томиновой мама порядка 6 тысяч, 7 тысяч рублей в месяц вместе с папой. Да, где-то примерно, знаете, по данным статистическим данным в России это от двух с половиной тысяч рублей до десяти тысяч рублей тратится на лекарства, на аптечные препараты, в Казахстане тоже где-то плюс-минус. А в тенге это будет звучать так, от 15 тысяч тенге до 60 тысяч тенге ежемесячно тратит один человек на медикаменты. А ведь тема нашего сегодняшнего дня открытых дверей помоги себе сам, оздоровись прежде всего слово оздоровись. Поэтому я тоже, как многие из вас пришли, наверное, на здоровье, я пришла именно оздоровиться. И, наверное, не просто оздоровиться, а для того, чтобы решить массу своих проблем, у меня было более десяти диагнозов, большинство из них серьёзные. Это бронхиазма, это ишемическая болезнь сердца, это фиброзно-кистозная мастопатия, это амиома 5-6 недель, это хронический пионефрит, хронический цистит, хронический холестисит, и прочее, и прочее, и прочее. Работая в школе, я помню, я даже не могла вспомнить имена, фамилии учеников, заглядывала в журнал без надежды, что я вспомню имя этого ученика, который вызывает к доске. Вопрос здоровья мне был так же важен, как и вопрос денег. Вы сами знаете, сколько зарабатывают учителя, сколько, какую зарплату, что в России, что в Казахстане государство платит учителям, так же, как и врачам. Поэтому вторая очень серьезная проблема для меня была, это наличие 5 кредитов. Только что передо мной Марьяна рассказывала о том, что кое-кто закрыл свои кредиты, и это, конечно, я, потому что 5 кредитов, в том числе, из них 2 было миллионов. На что мы брали эти кредиты? На то, чтобы обучать детей своих, у меня трое детей, муж тоже бюджетник, он музыкант. И вот для того, чтобы дать образование, для того, чтобы нормально одеть, для того, чтобы хоть что-то там раз в год себе позволить, вот такие проблемы были у меня, придя в компанию Мир Фукайдана. Серьезные проблемы? Да более чем. Я думаю, что такие проблемы, наверное, практически, я даже не скажу, что у каждого второго, практически у каждого, за редким исключением, особенно сейчас, во время этого карантина, когда многие, 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 уже миллионы в нашей стране остались без работы. Я начала, знаете, этот бизнес, рассчитывая, конечно же, прежде всего, на себя. Я узнала в Фукайдане о своей однокласснице, с которой 10 лет училась вместе в школе. Конечно, у меня были основания не поверить, но сомнения всегда нас гложет, правда же? Сомнения гложет, и я не сразу поверила ей, потому что много чего на рынке, те же БАДы, которые были, я все перепробовала. И в той или иной степени они что-то мне чуть-чуть помогало, что-то абсолютно никакого воздействия на меня не имели. Вот у меня такой индивидуальный организм. И, естественно, мне нужно было знать, а не потрачу ли я опять без такой эти деньги. А ведь на эти БАДы у меня было потрачено денег немерено. Нам даже пришлось продать квартиру. Квартиру моей свекрови, которая осталась после ее смерти. И, естественно, это все, это огромная нагрузка на бюджет семьи. Это, ну, какой супруг будет доволен, что практически 90% уходит на мое лечение, на лекарства. Конечно же, это, сами понимаете, история была такая. Услышав о Фукайдане, я на несколько месяцев оставила пока эту идею, опять попробовать собой заняться. А потом, вы знаете, когда мне стало все хуже и хуже, когда я уже не могла без сопровождения выходить на улицу, и вот я помню очень хорошо те дни, те месяцы, когда вот мой супруг и моя дочь вот так вот, знаете, под мышку меня тащили к очередному врачу или же к очередному целителю, потому что медицина никак не могла помочь. и кого только чить, только пороги меня обивали. Я тогда опять подумала о Фукайдане, ну почему бы не попробовать? Я стала читать, я стала искать, я прочитала статью одного известного российского академика, его фамилия Титов, я до сих пор помню. И вот в этой статье, своей научной статье, он пишет, я помню эту фразу наизусть, потому что она мне буквально врезала с мою память, и он пишет, Фукайдан в сотни, в тысячу раз сильнее на сегодняшний день известных всех наземных лекарственных растений, потому что он вобрал в себя всю силу океана. И представьтесь себе, вы знаете, слова этого уважаемого академика на меня повлияли. Я подумала, ну что ж я тяну тогда с этим? Я спросила у Вебинор моей одноклассницы, а где же мне взять? Она живёт в Астане, я знала, что тогда уже офис работал в Астане во главе со мной, что паровым нашим и стоящим спонсором. И она говорит, да нет же, офис, головной офис в Алма-Ате, центральный склад в Алма-Ате, чему я очень и очень удивилась. Это настолько меня впечатлило, потому что те сетевые компании, в которых я до этого пыталась что-то зарабатывать, конечно, я делала неоднократные попытки, я пыталась не только здоровьем своим заниматься, но и зарабатывать денег, но я всегда знала, что президенты этих компаний далеко-далеко за границей, а их на месте, на месте, к ним только по записи надо заходить, и они, честно говоря, на привательске относились к нам, к обычным рабочим лошадкам. И вы знаете, и когда я позвонила впервые в компанию, попала сразу на президента, на Виктора Николаевича Куриленко, на меня это такое большое удивление, вы знаете, шоу буквально у меня был, как вы президент, я с вами просто так разговариваю, да, я президент, я сказала тогда о своей мечте, я очень хочу быть здоровой, в то же время, я не знаю, как это сделать, и так получилось, что на первую коробку напитка мне дали её взаймы, вот эту коробку напитка я взяла взаймы, помогли мне спонсоры, конечно, мои, я только через два месяца смогла, когда получила отпускные свои, отдать эти деньги. В разговоре Виктор Николаевич сказал, Алмака Брешна, вы можете, а мне ещё год оставалось работать до пенсии, и он сказал, работайте, как получится, возможно, у вас это получится, и вы захотите потом целиком и полностью этим заниматься. Что я и стала делать. И вот эти вот нижние фотографии, да, это уже мои первые шаги, уже серьёзные шаги, действительно. Я сразу же решила взять бизнес в свои руки, я сразу же решила открыть офис в Алмате, а на тот момент не было, к моему удивлению, ещё такого рабочего офиса по работе с клиентами. Я сказала себе, ну, если никто, то кто, если не я, то кто это делает? И, конечно же, я обратилась опять-таки за помощью в администрацию. Виктору Николаевичу огромное спасибо и Татьяне Викторовне за то, что они помогли мне это сделать. Я сняла в аренду маленький офис, и я помню тогда вот на фотографии в средней внизу Богдате Репепт в шутяки в шутяки в одной из моих первых клиентов, которая пришла, и Жанна Садыкова, и все эти люди, которые пришли через интернет. Завтра будет моя тема как раз соцсети, все маркетинги. Я тот человек, который не стал приглашать никого из родственников, потому что я решила, что я буду обращаться к незнакомым людям. Я буду делать бизнес в интернете. я вначале создала страницу в Фейсбуке. И только потом, потом, конечно же, пришло ко мне серьёзное понимание, что в принципе это можно делать как следует, это можно делать серьёзно и так далее, и так далее. Итак, кто я сегодня? Чего я добилась? Посмотрите на эти фотографии. Сегодня вы видели моих коллег, участников «Бриллиантового клуба». И я тот партнёр, который самая первая сделала этот промоушен по золото-бриллиантовому признанию. Вместе с Анезой Джон Джузе мы самые первые, кто получил от компании этот бриллиантовый значок. Вы видите его, да? Гордость моя. Гордость за мою работу, за мой труд, гордость за мою команду, которая вместе со мной работает бок о бок, плечо к плечу. Я горда тем, что я была награждена компанией, путёвкой на директорские каникулы на Канарские острова. Вот она, вторая фотография. Я горда тем, что я первая получила в подарок от компании за достижение 10 тысяч баллов по накопительному личному обороту, то есть за свои собственные покупки. И вот этот телефон, где он у меня тот телефон, я его получила в подарок от компании, куда-то положила за достижение. Вот эти поездки каждый год, каждый год в подарок от компании, это всё, это мои достижения и достижения, конечно же, моих партнёров. всё то, что есть в нашей компании, всё позволяет нам самореализоваться, всё позволяет нам достичь всех тех наших целей, а если цели эти серьёзные, значит, вы быстро к этому придёте, не сомневайтесь. Я хочу вам сказать, в компании Мир Фукайдана есть всё, есть и здоровье, есть и деньги, есть финансовая свобода. А если вы хотите, если вы хотите помогать не только самим себе, но и другим, для этого у нас есть все ресурсы, интернет-ресурсы, всё, что нужно для крупного, большого бизнеса. Приходите к нам, дорогие новички, вы найдёте классных наставников, вы найдёте великолепных спонсоров, которые готовы помочь, как помогли мне, вы найдёте самую лучшую администрацию, самых лучших сетевых компаний, той сетевой компании, в которой я сейчас работаю. Эта компания Мир Фукайдана, Фукайдан Волк. Поэтому, если у нас когда-то были какие-то сомнения, то, глядя на наши результаты, глядя на то, чего мы добились, не сомневайтесь, не теряйте время, дорогие мои, и вы однозначно придёте к тому, к чему вы стремитесь. Будьте здоровыми, не обращайте внимания на ситуацию сегодняшнего дня, потому что наша компания ни одного дня не останавливалась, ни одного дня у нас не прервалась доставка, несмотря на заслоны, несмотря на блокпосты и так далее. Всё это у нас есть и будет. Так что, будьте с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok